Завершился отбор женщин-предпринимателей для участия в проекте «Женская сила в бизнесе». Он стартовал в 2022 году по инициативе и приорганизационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Рабитабанк. На участие в проекте поступило 134 заявки. Решением жюри участие в проекте принимает 23 женщины, которые ведут бизнес в Баку и регионах страны. Они заняты в сельском хозяйстве, перерабатывающей, пищевой, легкой промышленности, творчестве и других отраслях. Цель проекта – оказать поддержку женщинам в бизнесе, повысить их деловую активность и расширить доступ к льготным финансовым ресурсам. Для них будут организованы тренинги и производственная практика. Затем три лучшие бизнес-идеи могут рассчитывать на финансовую поддержку. Развитие женского предпринимательства – одно из приоритетных направлений деятельности Агентства. На данный момент свыше 30% граждан, воспользовавшихся различными условиями КОВИ, составили женщины. Основная цель проекта – поддержка многопрофильного и разветвленного развития женских проектов. У нас имеются проекты в сфере сельского хозяйства, туризма, экотуризма. Мы в равной степени поддерживаем женщин-предпринимателей в производственных сферах наряду со сферами обслуживания. В то же время мы ставим цели по улучшению институционального управления. Долгое время женщины выбирали в основном сферу здравоохранения. И сейчас мы имеем много предпринимательниц в области медицины, а также эстетического туризма. Однако сейчас есть тенденция роста числа женщин в занятых сферах технологии и цифровизации. Кроме того, мы видим интерес наших женщин к развитию менеджмента и индустрии дизайна. Но этого мало. Женщины должны быть представлены во всех сферах. Чтобы воспользоваться иностранным опытом, мы расширяем сотрудничество со странами как ближнего, так и дальнего зарубежья, особенно с европейскими и азиатскими партнерами. Банк имеет многолетний опыт финансирования женщин-предпринимателей. На сегодняшний день мы профинансировали около 530 женщин-предпринимателей почти на 8 миллионов монатов. Среди них есть те, кто ведет микробизнес, занятые в фермерских хозяйствах, и те, кто занимается малым и средним бизнесом. Наш кредитный продукт успешно продвигается. Мы надеемся, что с новыми проектами мы сможем предоставить этот продукт большему числу женщин-предпринимателей. В результате это приведет к увеличению прибыльности бизнеса для женщин-предпринимателей и росту оборота их предприятий. Продолжение следует...